Образовательные организации Свердловской области должны быть полностью готовы к началу нового учебного года, в том числе с точки зрения безопасности. Об этом губернатор Евгений Куйвышев сказал в ходе совместного заседания региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое прошло на полигоне «Старатель» Нижнетагильского института испытания металлов. В этом году у нас более 447 тысяч учащихся, из них свыше 52 тысяч – это первоклассники. Все образовательные организации должны быть полностью готовы к началу нового учебного года, в том числе с точки зрения антитеррористической защищенности и пожарной безопасности. Транспорт, задействованный в программе «Школьный автобус», должен быть в полной технической готовности. И, конечно, очень важный момент – это обеспечение безопасности дорожного движения вблизи образовательных организаций. В Свердловской области к новому учебному году организована приёмка 2690 учреждений образования, в том числе 1052 общеобразовательных и 1278 дошкольных. Как отметил министр общего и профессионального образования Свердловской области Юрий Бектуганов, при подготовке школ, в том числе при проведении текущих и капитальных ремонтов, вопросам безопасности уделяется особое внимание. В 2015 году на проведение капитального ремонта образовательных организаций и приведение состояния зданий в соответствии с требованиями пожарных правил и санитарных норм в рамках государственной программы Свердловской области запланированы были и освоены 124 миллиона 190 тысяч рублей. На заседании было отмечено, что охранными системами на сегодня оборудованы все школы. Так, система тревожной сигнализации имеется в 930 общеобразовательных школах. Система видеонаблюдения функционирует в 655 школах. В 891 школе осуществляется квалифицированная охрана. Неохраняемых общеобразовательных организаций в регионе нет. Юрий Бектуганов подчеркнул, что к первому сентября все школы будут готовы к встрече учеников. Евгений Куйвышев обратил особое внимание на обеспечение безопасности на дорогах в День знаний. Дети сегодня возвращаются в город после длительных каникул. Навыки безопасности на дорогах у многих утрачены. И в оставшиеся до начала нового учебного года необходимо добиться полного выполнения всех выданных предписаний по обеспечению мер безопасности. Евгений Куйвышев, обращаясь к начальнику ГУМВД РФ по Свердловской области, поручил ГИБДД еще раз проверить состояние пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений, а также обеспечение данных участков необходимыми знаками. И к первому сентября доложить о том, как обозначены переходы во всех муниципальных образованиях. Что касается готовности общеобразовательных учреждений Артемовского городского округа, к началу учебного года, по словам начальника управления образования АГО Натальи Багдасарян, выступившей с отчетным докладом в преддверии Дня знаний на педагогической конференции, все школы округа готовы принять детей. Так, за минувшее лето с целью безопасности детей по пути в школу и в процессе их образовательной деятельности был проведен целый ряд мероприятий. На территории всего Артемовского городского округа на участках дорог возле школ установлены искусственные неровности, пешеходные переходы и знаки. Кроме того, образовательные учреждения оснащены видеокамерами и другими средствами, ограничивающими доступ на территорию образовательного учреждения. С целью приведения зданий помещения образовательных учреждений в соответствии с требованиями установлено в виде дополнительного видеонаблюдения в пяти образовательных учреждениях. Таким образом, в этом году практически закрыли все образовательные учреждения, только в единичных и шоколадных методов видеонаблюдения. Проведен ремонт ограждения восьми образовательных учреждений. Установлена система контроля доступа еще в пяти образовательных учреждений. Таким образом, в городе у нас закрыта проблема системы контроля доступа образовательных учреждений. Во всех образовательных учреждениях установлена система с тревесными ДН.